Вы знаете, есть, как это, скупщики краденого, а есть категория, видимо, продавцы ворованного, да? Вот это из этой серии. 21 декабря, напомню, 23 года представители латвийских спецслужб ворвались в здание культурно-делового центра Дом Москвы в Риге. У сотрудников Дома Москвы были отобраны средства связи, проводились допросы, а затем 11 января Сейма этой страны в окончательном чтении принял законопроект о его экспроприации. Понятно, что к законности, к праву, национальному, международному, какого бы то ни было, это отношение не имеет. Это чисто воды политический заказ. И напомню, что эта экспроприация не своего в Латвии, то есть не латвийской собственности, частной, общественной или государственной. Я напомню еще раз, это собственность правительства Москвы. Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, как кражу, как воровство в государственном масштабе, как то, что грубо побирает нормы международного права, которые гарантируют неприкосновенность собственности других стран. С другой стороны, те, кто для Риги являлся идеологическим примером, Соединенные Штаты и Лондон, Британия, занимаются уже подобным. Не воруют суверенные активы стран. Они, кстати говоря, воруют и частные активы. Они занимаются экспроприацией того, что им никогда не принадлежало, не принадлежало их странам. Они и на объекты недвижимости посягают тоже давно. Вы вспомните, какое количество собственности Российской Федерации, как с дипломатическим иммунитетом, так и находящимся в этом статусе, многие годы были буквально отобраны, украдены Соединенными Штатами Америки. Вот теперь осмелела Рига. Мы уже, как я сказала, давали этому оценку, и вся ответственность, в том числе материальная за подобные беззакония, полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Последуют и ответные шаги. А что касается планов властей Латвии направить полученные от продажи средства киевскому режиму, это, по-моему, тоже их, так сказать, это шаг, который соответствует их логике по поддержке неонацистов и террористов в виде киевского режима. Официальная Рига, а по сути неонацистские власти, давно поддерживают неонацистский режим в Киеве, направляют ему оружие, направляют ему финансы. Не следует забывать о коррумпированности Зеленского, его клике, вероятно, и в этот раз средство, полученное от реализации украденной России собственности, будут просто разворованы. А, возможно, кто-то в Риге и в доле. Я не могу этого исключать. Но самое интересное, что вообще-то, вот после всего этого, после всех этих событий по краже дома Москвы в Риге властями Латвии, после, так сказать, намерения его продать, должны заработать, тем более стало всем, очевидно, в мире, чем киевский режим занимается, в частности, на примере Курской области, должны включаться американские же законы о поддержке и финансировании терроризма со стороны других государств. Вот сейчас, сегодня, в эти дни, именно Рига, именно Латвия должны, по большому счету, получить были бы какие-то ордера, иски или какие-то вынесенные решения о том, что они спонсируют терроризм. Это так и есть. Но так как спонсируют терроризм и сами Соединенные Штаты Америки, то, как говорится, рука руку моет.